В редакцию новостей ОТС обратились жители Малого Айоша. В деревне уже неделю нет воды. Но проблема не нова. К авариям в системе водоснабжения местные уже привыкли. В чем причина очередной поломки и когда ее устранят, выясняла Екатерина Новгородцева. У Жанны Петровны шесть детей. На уборку, стирку и другие домашние хлопоты семья тратит в среднем 300 литров воды в день. И это без полива огорода. О нем пока пришлось забыть. Элементарно воды у детей нет. Ну как там? Мне здесь сказали, ну вам платят, едьте за водой. Как я поеду за водой? Как? Я соберу всех шестерых детей и поеду за водой. Сколько я воды привезу? 19 литров. Ну сколько? Воду привозят уже из Миши. Ее пить нельзя, варить нельзя. Для нас это очень важно. Горячей воды в деревне не было никогда. С холодной регулярно возникают перебои. Система водоснабжения изношена полностью. Ее построили еще в 1988 году. Это артезианская скважина, напорная башня и водопровод в три километра. Только за прошлый год в Малом Айоши устранили 25 порывов. Основная скважина вышла из строя месяц назад. Запустили резервную. Но и она дала сбой. В этом доме живут две женщины. Одной 63 года, другой уже за 90. Чтобы полить огород, постирать вещи или просто попить чаю, нужно перетаскать воду из этих бочек в дом. Правда, подходишь, зачерпываешь и жажда проходит сама. Ветки, насекомые и сомнительный грязно-мраморный цвет. Раньше при авариях даже это было роскошью. Сейчас, чтобы как-то помочь деревне, воду везут из Колывани. Два раза в день машина доставляет ее к домам и наполняет бочки на улицах. Но для нормального функционирования населенного пункта этого мало. Чтобы решить проблему кардинально, необходима новая система водоснабжения. В администрации Колыванского района разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводных сетей. Мы получили положительное заключение государственной экспертизы. И сейчас этот проект уже в реализации. А именно определенное финансирование за счет областного бюджета. Идут аукционные процедуры. То есть в этом году ситуация с водопроводными сетями полностью будет разрешена. На реализацию проекта выделено 17 миллионов. В Малом Айоше проведут новые трубы, сделают колодцы, водоразборные гребенки и установят пожарные гидранты. В планах закончить капитальный ремонт к октябрю. А текущий, чтобы вода вернулась в дома, закончат через две недели. Екатерина Новгородцева, Александр Егоров, Новости ОТС.